МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За этим забором последнюю неделю живут как в крепости. Меня зовут Стас Матанзон, я корреспондент телеканала «Россия-24». Популярная среди отдыхающих на Байкале турбаза накрепко закрыла ворота и не пускает посторонних. Откройте. Новость о гибели сына бывшего украинского президента Виктора Януковича-младшего сделала байкальский остров Ольхон, хоть и ненадолго, одним из центров глобальной геополитики, чему здесь явно не рады. Ольхонский ключ именно в этом отеле на острове предположительно останавливался Виктор Янукович-младший. В любом случае, этот отель ему был уже знаком, по некоторым данным. Вот фотография. Именно здесь он останавливался во время автопробега Донбасс-Байкал несколько лет назад. 7 тысяч километров из Донецка до Ольхона. Вот Виктор Янукович-младший впервые пробует байкальскую воду. Потом он расскажет в интервью украинской прессе. На вкус она, как родниковая. А еще, что попасть на Байкал мечтал много лет. И лично готовил машины к экспедиции. А потом добавят, если у кого из нас и были старые душевные раны, то Байкал дал возможность хотя бы на время забыть о них. Так зачем он снова отправился на озеро в этот раз? Неужели после года вне родины душевные раны скрылись вновь? В этот отель он, предположительно, заехал 18 или 19 марта этого года. Пытаемся тоже забронировать в нем номер, телефоны на вывеске. Но они почему-то перестали работать. Этот отель Янукович-младший, вероятно, выбрал не случайно. Здесь есть все для экстремального отдыха. Именно такого, какой и любил сын бывшего украинского президента, запомнившийся на родине, скорее не как бизнесмен или депутат Верховной Рады, а как автогонщик и любитель ралли по бездорожью. Вот после заезда в одном из своих последних интервью он дает напутствие коллегам, которые теперь звучат как пророческие. Самое главное, чтобы без травм, чтобы аккуратно ехали, потому что очень много льда, трасса немножко разбилась, нужно ехать аккуратно. Обходим отель с тыла. Территория небольшая, на ней лишь несколько жилых корпусов и баня. И вот у задних ворот неожиданная находка. Не из дешевых. Интересно, кто ее тут оставил. Для многих жителей Байкала 100 грамм для храбрости – непременные условия, чтобы выехать на лед, особенно в разгар весны, когда твердое покрытие начинает таять. В конце марта Байкал еще скован льдом, и переправа на Ольхон – это крупнейший остров на озере – ледовая. Но твердое покрытие уже начинает трескаться, и надо быть очень аккуратным. А вечером или ночью – вот знак – переправа категорически запрещена. Байкал – это, конечно, озеро, но глубина кое-где до полутора километров не вытащит. Ледяная корка весной буквально изрезана шрамами трещин. Это последствия так называемых нажимов. Лед сдавливается, пока по хрупкому участку не пройдет разлом. Нажим идет, лед трещит, как грецкие орехи, молоком, и трясет лед, как землетрясение хорошее. Виктор, рыбак с Ольхона, живет на Байкале всю жизнь. Один из немногих тут, кто за все это время ни разу не тонул. Хотя, рассказывает, буквально вчера был на грани. Поехали утром в море, не было гладко, все было. Вечером ездят, уже щель, первая машина шла, не знали, не видели ничего. И на вазике влетели, передний мост вынесли сразу. А я поймал, они прикалываются надо мной, а я поймал рыбу. Они уже собирались домой. Снимающий рассказывает жене о рыбалке. Ну, я такого маленького ерша поймал. Его друзья к чему-то готовят автомобиль. Обычное дело, скоро в путь. Давай, пока, сейчас проезжать будем, посмотрим. Провалимся, нет. Давай. Ну, там вода, я не знаю. Куда разогнался? Идиот! Выпрыгивайте давайте! Быстро! Иди к Женьке, к Женьке, к Женьке иди. Туда. Им повезло, машина ушла на дно не сразу. Легкий внедорожник застрял во льдах. С тяжелым бульдозером все было совсем не так. Все, он реально там утонул. Он в танку. Подобных видео в интернете масса. Прыжки через трещины для многих даже стали развлечением. А гонки по байкальскому льду уже давно один из главных туристических экстримов. Но они еще никогда не были так опасны, как в этом году. Весной прошлого года у нас было 18 случаев провалов автомобилей под лед. В результате которых два человека погибли. Вот этой весной, начиная с 1 марта, уже зарегистрировано 8 провалов. Погибло 3 человека, автомобили затонуло 2. В Иркутском МЧС нам рассказывают, зима была экстремально теплой. Байкал даже целиком не замерз. Но люди все равно выезжают на лед там, где запрещено. Нередко у нас водители управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Как обычно, надеемся на русскую ось. Со мной этого не произойдет. Но мог ли опытный автогонщик заправить не только автомобиль перед опасным заездом? Был ли Виктор Янукович младший трезв, когда выезжал на лед возле мыса Хабой на Байкале? И вообще, он ли это был? Вот у нас по оперативной информации 20 марта текущего года в 21.30 время Иркутска поступило сообщение о провале автомобиля с человеком на острове Ольхон. Сухие цифры в сводке спасателей. Пятеро человек спаслись, один утонул. При провале 4 человека абсолютно даже не замочили ноги. Они смогли выбраться из автомобиля. А один человек провалился под лед, они его вытаскивали. Но был ли тот, кого вытащить живым не удалось, сыном экс-президента? Ведь в полицейской сводке он значится как Виктор Давыдов, а не Янукович. Сведения о погибшем при данном происшествии получили от очевидцев. На самом деле, спасатели документы никакие не проверяли, передали информацию сотрудникам полиции. То есть вам просто другие вот 5 человек сказали, кто он? Да нам вообще никто ничего не говорил. Я хочу показать вам фотографии, чтобы вы мне сказали, вот видели ли вы этого человека. Мы снова осаждаем тот отель, в котором предположительно останавливались Янукович-младший и компания. Через узкое окошко его сотрудники неохотно отвечают, мол, приказано молчать. У нас такой прессинг начался, что мы сейчас вообще не отвечаем. У меня здесь такое началось, нам просто так и сказали участковым, вы тогда не открывайте, чтобы не было лишнего этого всего. Местные жители тоже отвечать опасаются. Я видела машину, там, ну просто такая, ну не местная машина была. Она были, приезжала участковым. Не снимайте, не снимайте. И увидев фотографию, заметно волнуются. И чего, меня посадят потом с этой камеры. Ну и без слов видно, человека этого узнают. Точно ничего не путайте, что это был он? Да, он. А вы сначала не с органов? Да, да, да. Где вы видели? В этой деревне хоть раз тонул почти каждый. Василий буквально пару дней назад. Через щель прыгали, вот. Все вырвали. Колесо отрывало, весь мост. Весь мост вылетел. Говорит, Януковича-младшего подвел как раз гоночный опыт. Ведь профессионалы всегда пристегивают ремни. Это твой парень, вот этот, который у того, в Украине. Да. Он был пристегнут. Он затем привязался. Не смог вылезти. Затем привязался. Это в любом случае надо отвязываться на льду. Для местных жителей это как азбука. Здесь полгода зима, и значит, полжизни они проводят на льду. Рыбачат. Иннокентий вспоминают, когда-то остров Ольхон кормил рыбой весь Союз. Возили рыбу, рыбопродукция готова. Да, рыболовинский флот большой был. И транспортный флот по перевозке грузов. Но местный рыбзавод, открывшийся после Второй мировой, только в последние годы стал выглядеть как после войны. Вот был градообразующий, так сказать, бассейнный флот. 250 человек. Сейчас что-то градообразующее. Спасибо. Как тогда все эти люди? Как такие же? Так как кому придется? Когда-то именно дирекция рыбзавода следила за тем, что лед на Байкале крепкий. И значит, рыбаки могут по нему ездить. А сейчас кто следит за тем, в каком состоянии лед, можно на него выезжать или нет? Сейчас каждый себе хозяин. За переправой на материк сейчас следит МЧС. У всех остальных выездов на лед запретительные знаки. Но рыбакам нужна не только переправа, но и подъезды к местам ловли. И знаками их не остановить. После недавней трагедии с Виктором Януковичем закрыть решили и переправу. Вот с нее снимают последние колышки. Ездить ведь все равно будут? А местные продолжат здесь ездить и без официального разрешения. Ведь парома не будет, пока не вскроется лед. А это к середине мая. Получается, без этой переправы Ольхон на два месяца в ледяном плену. До 9 мая катаются. До 9 мая. Представляете? Это еще на грузовых машинах по 5-6 тонн возят груз сюда. Ну как? На свой рех и страх? Нам же надо как-то связываться со внешним миром. Вот и ездим, рискуем своей жизнью. Ездим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова